Жизнь является естественным процессом, а аборт является действием, которое прерывает этот естественный процесс. Но что меня на самом деле еще больше опечалило в его ролике, так это то, что Валентин выступает за право матери проводить аборт на абсолютно любом этапе нахождения ребенка в матке. Это уже психопатия и безумие. Данное мнение также выражают феминистки любого рода и даже кандидат в президенты США Хилари Клинтон. Лично для меня проблема этой позиции заключается в том, что если мать захочет убить своего ребенка за день до его рождения, то есть через аборт, то это будет считаться ее выбором. Зато если ребенок вылез из вагины и мать его убьет, то она сядет в тюрьму за убийство человека. Как это вообще работает? Вагина это какое-то магическое место, способное превращать в мгновение ока из недочеловека в человека? Что это за такие магические сверхспособности вагины, позволяющие ей совершать подобную магию? Особенно смешно слышать такую позицию от сайентиста, человека, который борется за чистоту науки. Тут также присутствует еще одна несостыковка. Благодаря современным технологиям, жизнь ребенка можно спасти даже в том случае, если он родился на три месяца раньше нужного срока. Что в таком случае делать? Он будет считаться человеком или нет? Или мы должны будем вручать матерям какие-то грамоты, которые будут позволять им убивать ребенка в течение оставшихся трех месяцев? Если же вы придерживаетесь менее радикальной позиции и считаете, что аборт можно проводить, например, до трех или пяти месяцев, то я предлагаю вам посмотреть на изображение с формированием ребенка в матке-матери. Для вас нормально будет убить ребенка на четвертом или пятом месяце, когда у него уже сформированы все органы и его движение уже чувствует мать? Или может быть для вас нормально будет убить ребенка на десятой неделе, когда уже сформированы гениталии? Может быть для вас будет нормально убить ребенка на девятой неделе, когда формируется мозг? Или вообще на четвертой, когда у ребенка начинается биться сердце? Или такой вопрос. А когда проводить аборты можно? на 11 недели можно можно на 12 недели можно можно а после 12 можно согласно законам рф нельзя хорошо почему нельзя на 12 недели и 1 секунде это уже будет считаться убийством а за секунду до окончания 12 недели это еще не будет считаться убийство то есть секунду назад существо было эмбрионом недочеловеком но секунду спустя она превратилась человека это что за магия опять в вопросах о жизни и смерти людей подобные доводы за аборты основаны ни на чем это лишь стремление подпихнуть свои убеждения о свободе женщин под довольно корявую теорию человек появляется в тот самый момент когда объединяются 23 хромосомы матери и 23 хромосомы отца порождая организм с уникальным набором хромосом и отличным от любого другого существа набором днк которые и определяют развитие организма что интересно живое существо не обязана даже быть человеком чтобы иметь свои права на жизнь мы наделяем этими правами законодательно даже животных но относимся к себе подобным как неживым организмом которых можно легально убить в довершении ко всей этой шизофрении в россии например есть закон который повышает уголовную ответственность лицу что убило женщину находившуюся в состоянии беременности тем самым признавая человеческую жизнь в матке матери сша сделали еще лучше убийство беременной женщины равноценно двойному убийству одним из ключевых аргументов сторонников абортов является утверждение о том что ребенок является частью тела матери поэтому мать сама вправе решать что и делать со своим телом допустим для начала что мы клюнули на эту удочку но что будет происходить если к примеру женщина захочет отрезать себе руку ей позволят это сделать допустим первый раз позволили а во второй раз в скорее всего ее все-таки отправят в психушку потому что подобные действия являются симптомом психического расстройства под названием деперсонализации ну ладно с ней с деперсонализацией но логика мое тело моя собственность ведет нас дальше к еще одному сложному моменту ведь раньше у некоторых людей в собственности тоже были чужие жизни таких людей называли рабовладельцами вы предлагаете к этому вернуться но на самом деле все это даже не важно по той простой причине что ребенок не является частью тела матери почему да потому что у женщины не может быть четыре руки и четыре ноги две головы и четыре глаза две разные группы крови 96 хромосом и два разных пола в случае если ребенком является мальчик нет конечно если вы предпочитаете верить в магию как некоторые сторонники абортов то это ваше право но такая позиция едва ли чем-то отличается от позиции религиозных людей в вопросах об абортах именно поэтому главной темой для дискуссии должны быть не свободы и права матери на выбор а гарантия жизни ребенка и